Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер X-Sight X-Cross 7. На видео автомобиль в комплектации Tecno, с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с вариатором. Цвет автомобиля синий металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 18-дюймовые, с шинами размерностью 225 на 60. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидений можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Водительское кресло оснащено электрической регулировкой поясничного подпора. Память электропривода сидений не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фонари. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с динамическими указателями поворотов. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Спереди находится камера переднего вида. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиранс автомобиля составляет 190 миллиметров. Задние фонари светодиодные с контурной линией на багажной двери. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, индикацию системы мониторинга давления в шинах и настройки автомобиля. Отключение системы стабилизации. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюймов. В составе акустической системы шесть динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном, воспроизведение файлов из встроенной памяти и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с несколькими режимами работы и с возможностью выбора цвета и яркости. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Иконка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Иконка переключения и рециркуляции воздуха. Иконка «Синк» отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев двухрежимный. Иконка включения электрообогрева лобового стекла. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен очечник. В потолке предусмотрена кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. Бокс с охлаждением. Подлокотник регулируется по вылету. В центральном тоннеле предусмотрена беспроводная зарядка. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральной консолью со стороны пассажира предусмотрена розетка на 12 вольт. Под центральной консолью со стороны водителя предусмотрены два USB-разъема. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Предусмотрены четыре камеры. Спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами «Эко» или «Спорт». Ручной тормоз электрический с функцией «Автохолд». Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач «Вариатор». При включении задней передачи активируется задний парктроник и система кругового обзора. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Сидение второго ряда с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Задние сидения оснащены двухрежимным подогревом. Для пассажиров предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка и освещение. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 475 литров. В оснащении багажника предусмотрена розетка на 12 вольт, крючки для крепления грузов и освещения. Боковина и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо нажать на фиксатор. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ровная поверхность. Объем багажника при сложенных сидениях составляет 1500 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 51 литр. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 147 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер X-Sight X-Cross 7. В комплектации техно, с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо, с передним приводом и с вариатором. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр X-Sight Techin.com. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина, и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!